Из групп будет зависеть от того, как закончатся матчи в других квартетах, и сейчас таких вариантов очень много. Матч пройдет в Копенгагене, начало в 22 часа, в это же время сыграют Финляндия, Бельгия, ну а через час два матча. Северная Македония, Нидерланды и Украина, Австрия. Также в ближайших выпусках в Минздраве разработали рекомендации по ревакцинации. Иркутская область лидирует по площади лесных пожаров в России. Синоптики предупредили москвичей об атмосферном монстре – урагане с грозой и градом выходные. Подробнее обо всем в новостях. Вечерний РБК «Вечерний РБК» с Яном Мелкумовым. Добрый вечер. 18 часов 4 минуты в Москве. Вы слушаете «Серебряный дождь». Наверное, вы об этом уже знаете. И как вы знаете, именно в это время у нас программа «Вечерний РБК», совместный продукт умного радио «Серебряный дождь» с телеканалом РБК. И в течение ближайшего часа, как всегда, по рабочим дням, кроме пятницы, говорим о тех новостях, которые так или иначе могут интересовать, ну или многих из нас, или, может быть, даже всех. И вот сегодня у нас, собственно говоря, две основные большие темы на нашем сайте. Сегодня в «Вечернем РБК». Во-первых, мы говорим о том, что в центральной части европейской России просто, можно сказать, африканский зной. Ну вот, как буквально полторы минуты назад Павел об этом сообщил, по прогнозу 31-32, когда я выходил из дома где-то без четверти 5, специально посмотрел на градусник, который продвесит на солнце, а окна смотрят на запад, чуть-чуть к юго-западу. На нем было под 50, надо сказать, где-то 48 или 49, учитывая, что вся шкала составляет 50, может быть, просто там уже и зашкаливало. Но это на солнце. В тени все-таки 31-32, но, как нам сообщают синоптики, на этой неделе температура может превысить 120-летний рекорд. С погодой действительно что-то происходит? Или это обычная летняя жара и ничего особенного? Ну, об этом мы поговорим и со слушателями, и с экспертами в первой половине часа. Ну, а во второй половине часа с нашей неизбывной, можно сказать, неуходящей темой про ковид. Поскольку статистика показывает новые рекорды по числу заболевших, зараженных, заболевших от ковида. И вот поговорим о том, ну, естественно, все нас призывают срочно вакцинироваться и даже ревакцинироваться от повторного заражения для тех, кто уже переболел. Поговорим о том, спасает ли вакцинация от повторного заражения, если вы уже переболели, и эффективна ли она против новых штаммов ковида. Вот об этом мы поговорим во второй половине часа. Поэтому звоните, пишите, высказывайте ваше мнение, задавайте вопросы. Напомню, телефоны для прямого эфира, значит, как обычно, код Москвы 495, телефон 730-100 и 1, телефон для всех видов сообщений плюс 7903-797-6333. Напомню также, что сообщения можно писать через, и слушать нас тоже можно через сайт www.silver.ru. Ну, и, естественно, YouTube-канал тоже у нас не скучает и не дает нам забыть про серебряные дождицы. Вечерний РБК с Яном Мелкумовым. Ну, а сейчас обозначу еще раз тему и сразу же сформулирую вопрос для слушателей. Ну, тема, еще раз повторю, это то, что африканская жара в европейской части России и обещает нам еще больше, обещает нам температурные рекорды за 120 лет. Собственно говоря, за все время наблюдений. Просто речь идет о том, что 120 лет назад, в 1901 году, максимум для июня был зафиксирован. Это 34,7 градуса по Цельсию. Ну, и вот говорят, что вполне вероятно, что на этой неделе этот рекорд будет превзойден. Причем каждый день могут быть по несколько рекордов, так сказать, в разное время суток. Ну, для июня, для этого дня, для этой недели и тому подобное. Вот, хотелось бы понять, действительно ли, вправду ли со мною что-то происходит. То есть, в данном случае, с погодой. И вначале я хотел, собственно, именно об этом и спросить слушателей. Но потом подумал, когда я почитал, что по этому поводу Роспотребнадзор рекомендует изменить режим работы. И говорит о том, я об этом чуть-чуть, буквально через полминуты об этом скажу подробнее. И говорит о том, что работа, физическая работа на воздухе при температуре выше 32,5 градусов, она просто опасна для жизни. Ну, для здоровья, точнее, скажем так. То я решил, что вопрос нужно задать по-другому. И вопрос мой звучит так. Ваш рабочий график, наши слушатели, как-то меняется из-за жары? Вы что-то можете изменить из-за жары в своем рабочем графике? Или все остается по-прежнему? Напомню еще раз, звоните нам, пишите. Телефон прямого эфира 730-101, код Москвы-495. Телефон для всех видов сообщений. Плюс 7903-797-6333. И сайт www.silver.ru Так вот, еще раз вопрос. Ваш рабочий график как-то меняется из-за жары? Или все остается по-прежнему? Ну, а теперь по существу. Хотя вот я вижу, что нам уже, уже нам что-то пишут. Давайте посмотрим. О, Саратов на связи пишет нам. Слушатель, тут не только зной, но и часть города, около 200 тысяч, сидит без какой-либо воды двое суток. Ремонтировать решили именно в плюс 35. Ну, вообще ужасно, мне кажется, честно признаться. Я понимаю, еще сидеть без горячей воды в такую жару, ну, не очень приятно. Ну, в общем, как бы переносимо вполне, но вообще без воды. Это, конечно, что-то тяжелое. Ну, Станислав из Пятигорска, она пишет, лучше плюс 30, чем минус 30. Мы все вышли из Африки как-никак. Ну, что же. Так, и Галина из Москвы пишет, добрый вечер, вдогонку шестичасовым новостям. Монстр — это не африканская жара и не приближающийся ураган, и даже не ковид. Это наше государство, у которого есть деньги на все, кроме поддержки населения. Думаю, Галина, что многие с вами согласятся, если не подавляющее большинство. Ну, давайте все-таки я немножко поговорю про, немножко скажу о том, о чем нам вещает Гидрометцентр и множество других людей, связанных с климатом и с погодой, и с метеорологией. А потом мы поговорим с нашим экспертом. Итак, значит, то, что нам говорят метеорологи. Температурный фон на 13-15 градусов станет превышать климатическую норму июня. Это вот речь идет о наступившей неделе. Это является аномалией. Мало того, практически каждый день будет знаменоваться серия рекордов жары, которых не было никогда за всю более чем вековую историю наблюдений. Только в Москве будет побито 5-6 температурных рекордов. Ну, про абсолютный максимум всего июня я уже сказал. Ну, так, значит, да, вот еще что важная вещь, о чем мне кажется важно сказать. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Фильфанд предупредил о опасном солнце на фоне летней жары, которое может привести к развитию кожных заболеваний и проблемам с глазами. Если быть точным, так, да, нам нужно уходить на рекламу, поэтому об этом поговорим попозже немножко. Спасибо. А я вам показываю, показываю, говорю, время. Я что-то совершенно нет. После недели в отпуске на сорт все вылетает. Три идеи для путешествий, которые изменят вашу жизнь. Первая, Байкал. Рыбалка, квадроцикл, походы из плавы, шаманизм и вистосилы. Идея вторая. Алтарь, гор, веки, гейдерные озера, трекинг, древние маскальные лесунки. Идея номер три. Камчатка. Боры, медведи, бухты с китами, серфинг, восхождение на Байкале. Турагентство Сибирь Листик. Так, сделайте первый шаг к своей цели. Наберите в поисковой строке Сибирь Туристик. Все начиналось как нельзя лучше. Мы сидели в небольшом уютном кафе. Я заказал нам кофе с десертом. Мы смеялись и шутили. А потом она вдохнула аромат лепних, нежных цветов. Цветов, которые я ей подарил. Дурацкая аллергия. Больше я ее не видел. Спрей на заваль это естественная защита от аллергии. На заваль помогает защитить от развития аллергии и предотвратить контакт слизистой носа с аэроаллергенами. И при этом не вызывает сонливости. Поэтому его можно применять в течение рабочего дня и при вождении автомобиля. Наслаждайтесь прогулками на природе. Проводите выходные на даче. Гуляйте в парках и скверах. Узнайте в какой аптеке вашего города вы можете приобрести на заваль на сайте nazaval.ru. Спрей на заваль не является лекарственным средством. Необходима консультация специалиста. Вечерний РБК с Яном Мелкумовым. Да, еще раз добрый вечер. Продолжаем. Нашу программу. Говорим мы о аномальной жаре в Москве. И напомню. Да, ну я, собственно говоря, сразу же напомню вопрос еще раз. И напомню наши телефоны. Меняется ли ваш рабочий график из-за жары как-либо? Или остается прежним? Телефон у нас 730-101, код Москвы-495. Это для прямого эфира. А для сообщений плюс 7903-797-6333. Так вот, я прервался. Чуть не забыл, что у нас реклама. Но, слава богу, что мне Павел об этом своевременно напомнил. Значит, Роман Вильфанд, научный руководитель гидрометцентра, сообщил, что ближайшие 5-6 дней, мне кажется, это важно, будет наблюдаться в Центральном федеральном округе высокий уровень ультрафиолетового излучения. Он сказал следующее. Такая ситуация в центре Европейской России бывает редко, но именно в эти дни нужно опасаться сильного солнца. Начиная с четверга, Москва южнее, во всех этих регионах, Смоленская, Калужская, Рязанская и более южные, Тамбовская, Курская, Белгородская, Воронежской области, везде индекс солнечной активности 6 и более. Это опасный ультрафиолет. Опасным солнцем идет разъяснение. Синоптики называют высокий уровень ультрафиолетового излучения. Об этом сообщается на сайте Гесметио. В целом этот уровень оценивается метеорологами по шкале от 1 до 11. От 1 до 2 это низкий уровень излучения, от 3 до 5 средний, от 6 до 7 высокий, от 8 до 10 очень высокий, от 11 и выше экстремальный. Опасное ультрафиолетовое излучение повреждает ДНК в клетках кожи, из-за чего снижается иммунитет, стареет кожа и может повредиться сетчатка глаз и развиться рак. В общем, вот предупреждение у нас такое вот об опасности. И еще одна вещь, которая тоже, мне кажется, существенная, это Роспотребнадзор, который порекомендовал сократить рабочий день из-за жары. Что именно предложил Роспотребнадзор? Значит, Роспотребнадзор сказал, что если температура в рабочем помещении достигает 28,5 градусов или выше, то на 1 час нужно сократить рабочий день. При 29 градусах на 2 часа. При повышении до 30,5 ведомство советует сократить рабочий день на 4 часа, то есть на половину. Ну и дальше, соответственно, говорится, что установившаяся жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности в производственных и общественных помещениях без кондиционирования. Продолжительность периодов непрерывной работы на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса Цельсия должна составлять 15-20 минут. С последующим отдыхом на 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для людей, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения. А вот те, кто ее не имеет, должны работать 1,5-2 часа. Ну и, соответственно, температура на улице при температуре воздуха слишком выше 32,5 градусов считается опасной. В таких случаях следует изменить график и перенести работу на утро или на вечер. Ну, надо сказать, что когда я ехал сюда, прямо около своего метро, увидел двух людей, ну, собственно, их было больше, но два человека, ну, так называемые восточной наружности, в рабочем комбинезоне, в перчатках, без всякого намека на теплоизоляцию, несли огромный строительный камень вдвоем, явно тяжелый, поскольку, в общем, по их виду было видно, что камень далеко не легкий. Время было без четверти пять, солнце сияло, так сказать, вовсю, как я уже сказал, на моем термометре, который висит на солнце, было 48 или 49 градусов. Ну, в общем, никакого места кондиционируемого, где эти люди могли бы отдыхать, поблизости не просматривалось. Так что я сильно подозреваю, что рекомендация остается рекомендацией, именно поэтому, собственно говоря, я и решил задать вопрос вам, меняется ли из-за жары как-либо ваш рабочий график, или он остается по-прежнему. Ну, а мы сейчас поговорим с нашим экспертом, это Татьяна Георгиевна Познякова, главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области. Татьяна Георгиевна, так, и вдруг мы услышали короткие гудки. Ну, ничего, мы сейчас попробуем перенабрать. Так, а вот нам тем временем, пока мы перенабираем, нам тем временем пишут довольно активно. Вот Станислав, уже цитированный Станислав из Пятигорска, пишет. Чувствую себя прекрасно, жара моя стихия, хуже работаю при холоде, нейроны замерзают. А вот еще один человек нам пишет, мастерская расположена в подвальном помещении, из-за жары пришлось снять куртку, работаю в свитере. Ну, с улыбочкой это нам человек говорит. Так, ну вот, кажется, Татьяна Георгиевна у нас появилась вновь на связи. Татьяна Георгиевна, вы здесь? Да, я слушаю вас, да. Добрый день, спасибо большое, что к нам присоединяетесь. Вернее, уже вечер, но поскольку такое яркое солнце, то как-то слово вечер не выговаривается. Татьяна Георгиевна, вот самый первый, как бы, простой, но на самом деле совсем не простой вопрос. Мы много слышим про изменение климата, которое требует, так сказать, всяческих мер, связанных с прекращением или сокращением выбросов парниковых газов. Вот нынешняя жара, на ваш взгляд, связана как-то с изменением климата или просто обычная летняя жара, ничего особенного? Хотя, в общем, учитывая, что нам обещают на этой неделе температурные рекорды за 120 лет превзойти, то, наверное, она не совсем обычная. Или как? Ну, вы знаете, вот, наверное, каждый раз, когда у нас устанавливаются рекорды, и это является, конечно, для климата необычным. То есть такого не наблюдалось никогда. То, что касается глобального потепления климата, да, действительно оно происходит, но оно никак не сказывается на температуре сегодня, завтра или послезавтра. Это такой тренд, который надо прослеживать в течение, там, года или даже нескольких лет. То, что касается нынешней жары, ну, если вот вы вспомните, то в прошлом году у нас тоже в июне месяце было 3 или 4 дня, когда температура воздуха была выше 30 градусов. И мы тогда не задумывались о том, что это, как говорится, аномальное, слишком аномальное явление. Сейчас, действительно, у нас такой блокирующий антициклон, который принесет нам экстремальную жару. Мы ждем в ближайшие трое суток, что будут перекрыты рекорды температуры почти столетней давности. Завтрашний день, наверное, будет таким самым, как говорится, не самым жарким, но началом такой экстремальной жары. Причина этого, это в том, что у нас нарушается западно-восточный перенос. То есть у нас образовался такой антициклон, который долго держится на нашей территории. И сначала в нем циркулировал прохладный воздух, затем он стал трансформироваться. И сейчас вот мы пребываем в малооблачном небе. Ярко солнце раскаляет воздух до 33-35 градусов. Действительно, это неблагоприятное явление погоды, но нужно сказать, что, как правило, вот такие антициклоны, они живут там 10-12 дней. Не дай бог, чтобы у нас повторился 2010 год. Да, вот этого все, по-моему, боятся ужасно. Да, блокирующий процесс у нас тогда длился более 50 дней. Ну вот сейчас расчеты показывают, что в выходные дни все-таки у нас уже погода не, безусловно, без осадков. То есть у нас ожидаются такие кратковременные ливни, которые характерны для смены антициклонов. Вот, значит, сначала, как говорится, будет влияние оказывает южный циклон, затем циклон, который сменит погоду в Санкт-Петербурге. Потом, скорее всего, влияние следующего антициклона сохранится, но он еще будет совершенно другим воздухом. Там уже не 30 градусов, а значительно ниже, и погода будет более соответствовать июню, ну, такому классическому московскому июню. Ну, дай бог, конечно, хорошо. Хорошо бы, чтобы было так, потому что, конечно, такая жара, она слегка... Утомляет. Да, ну, мягко говоря, утомляет и удивляет тоже, честно признаться. Татьяна Георгиевна, вот я не знаю, может быть, вы слышали, может быть, не слышали, я тут зачитывал рекомендацию Роспотребнадзора, которая рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня. Там при 28,5 градусов на 1 час, при 29 на 2 часа, если там 30,5 и выше, то на 4 часа. Вот я понимаю, что это рекомендации, при этом не очень понятно, как эти рекомендации выполнять. Ну, и Роспотребнадзор говорит, что, вообще-то говоря, если нет возможности выполнять эти рекомендации, то есть людям отдыхать в кондиционированном помещении, то давайте переносите работы на утро или на вечер. Я вот подумал, что, ну, вспомнил сразу же, так сказать, испанско-итальянские обычаи. Может быть, нам вообще пора вводить сиесту, как в традиционно жарких странах. Насколько это вообще применимо или неприменимо, на ваш взгляд? Вот эта рекомендация, я, конечно, понимаю, что люди заботятся и хотят как лучше, но как это сделать? Ну, вы знаете, вообще, конечно, может быть, тогда, ну, у нас как бы обычно начинался раньше рабочий день, как правило, там, 9, а то и 10 часов. Значит, и это, конечно, было неудобно. При летней ситуации, вот для меня лучше бы начинать было работу, там, в 7 часов утра, чтобы день длился, действительно, рабочий день чуть короче. Но мы тогда и возвращаемся при очень жаркой погоде, поэтому, хотя сейчас, конечно, большинство транспорта у нас обеспечено кондиционером, и когда мы едем в метро или в электричке, мы, скорее всего, отдыхаем от того пребывания на улице в жаркой погоде. Ну, наверное, наверное, при жаре, если есть возможность, то лучше, конечно, самые жаркие часы проводить вне рабочего времени и вне улицы, это совершенно точно. Ну, вот нам тем временем написал человек, я кровельщик из Калининграда, работаю с 2 ночи до 8 утра. Ну, вот человек... Ну, если такая возможность у человека есть, возможно... Ну, как говорится, сейчас очень же многие планируют сами свой рабочий день, которые, ну, как говорится, не связаны с жестким режимом, регламентом работы. Вот поэтому, наверное, лучше так. Да, наверное, действительно. Хотя, так сказать, если человек зависит только от себя и способен сам устанавливать себе рабочий день, ну, наверное, он счастливый человек. Но, я думаю, что масса людей есть, которые этого делать не могут. Татьяна Георгиевна, вот еще одно, ну, не то чтобы новость, но сообщение, которое цитирует Романа Вильфанда, это про повышенное ультрафиолетовое излучение. И он говорит о том, что будет выше 6... Индекс. Индекс, да, да, да. Вот, и что это очень опасная вещь, и что бывает это далеко нечасто. Вот кому это, на ваш взгляд, в первую очередь опасно, и что в этой ситуации делать? Просто прятаться от солнца или что-то еще можно делать? Вы знаете, дело в том, что, вот, собственно говоря, в летнее время у нас довольно часто происходит повышение индекса ультрафиолета. И, как правило, это бывает как раз в условиях антициклона и ясного неба. Вот сегодня небо не было ясным. У нас была перистая облачность, которая прямую ультрафиолетовую радиацию рассеивает. А рассеянная ультрафиолетовая радиация, она скорее благо, нежели, ну, как говорится, либо огорчение. Потому что, когда прямое ультрафиолет идет, мы можем обжечься. И, конечно, рекомендации всем, кто проводит время на прудах, там, целый день, нельзя находиться, нужно находиться либо под навесом, либо скрываться вот от этого прямого ультрафиолета, который наблюдается у нас вот в условиях жаркой погоды при ясном совершенно небе. Ну, и в прошлом году у нас было, если вот так вот следить, то есть, как говорится, это явление у нас случается так же редко, как у нас случается столь жаркая погода при таком ясном небе. Ну, то есть для людей, у которых чувствительная кожа, ну, наверное, не только для людей, у которых чувствительная кожа, наверное, для всех эта вещь может быть небезопасна, правильно я понимаю? Ну, вы знаете, вот понимаете как, вы же ездите в горы, вот люди многие ездят в горы, да, и там тоже повышенный индекс ультрафиолета. Практически на всех средиземноморских курортах, ну, может быть, за исключением Израиля и Мертвого моря, там тоже повышенный индекс ультрафиолета, но мы туда едем для того, чтобы позагорать. Ну, да, и оздоровиться. И кому это приятно, ну, значит, пускай пользуются нынешние погоды, если нет возможности посетить средиземноморские курорты. Понятно, то есть ультрафиолетовое излучение пришло и со Средиземного моря к нам из-за ковида, можно считать так. Ну, может быть, в подарок, может, в наказание, кто знает. Понятно. Ну, что же, спасибо вам большое. Это была Татьяна Георгиевна Познякова. Это главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области. Спасибо большое, Татьяна Георгиевна. А я еще успею прочитать некоторые из ваших сообщений. Ну, вот так, человек нам пишет, а, Светлана из Ногинска, она подписалась. Наш график работы остается такой же. Мы работники творчества и культуры. Более того, еще пуще выгоняют нас на улицу собирать толпу и выполнять планы, хоть и запрет на все это. Ну, в общем, не очень позавидуешь. Работодатель сказал, это уже другой человек нам пишет, работодатель сказал, можешь отдыхать сколько хочешь, и зарплата будет тогда соответствующей. Понятно, да. Ну, в общем, это вот к вопросу о том, как выполнять рекомендации Роспотребнадзора. Работаю на удаленке с начала пандемии. Проживаю на даче. Жарко. Не представляю, каково тем, кто вынужден пребывать в каменно-бетонных джунглях. Это Евгений Кабрини из Москвы нам пишет. Владимир из Сочи пишет. В Сочи только три дня назад наступило лето. Днем температура плюс 26. Я, кстати сказать, проверил, что сейчас происходит в Сибири. И, ну, правда, по буквально паре городов. Но, в общем, увидел, что в Новосибирске температура где-то порядка 18-20, а завтра ожидается дождь. И вообще там где-то 16. В Иркутске где-то 26 или около того. Но тоже идет дождь. Нет, 29 даже. 29, но тоже идет дождь. И ожидается снижение до 26. Так что, в общем, не везде, а именно в европейской части вот это вот происходит. Так, а вот Марианна, 29 лет, я так понимаю, из Москвы, пишет нам. А я в Москве уже на той неделе успела так обгореть, что облезаю. Так что пользуйтесь кремами. Так, данное сообщение удалено. Но из Мурманской области, человек пишет, Александр из Кировска, никакой проблемы с жарой нет. Приезжайте работать и жить в Мурманскую область. Действительно, вспоминаю я, как я был в Мурманске 2 июля, и с удивлением спросил, а что это там на вершине вот этого холма? А снег лежит, сказали мне. Чего там особенного? У нас часто так. В Ставропольском крае восточная зона ежегодно под плюс 50. И работаем днем, пишет нам кто-то из Ставропольской области. Крис из Москвы. А как быть медработником, которые работают с ковидом в СИЗах, в помещениях, где нет кондиционеров? И работают такси, город Сочи. В жару мой рабочий график увеличивается. Чему я рад вполне, пишет Игорь из Сочи. Ну и последнее, наверное. Жара — это прекрасно. Холодный, сухой сидр спасет нас всех. Кирьяма из Москвы. А вот еще одно. От 30 и выше любимая температура. Я до плюс 10 термобелье надеваю, Станислав. Оно, вот это уже, наверное, будет точно последнее. Работаю на севере, температура зимой была минус 62. Глаза мерзнут. Ну, тут еще много сообщений, но нам нужно уходить на рекламу, поэтому прижнемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова